Здравствуйте, я Батагос Алдангарова. О перспективах развития нефтяной индустрии Казахстана говорим с экспертом-аналитиком в области нефтесервиса Айтолкен Ашимовой. Здравствуйте, Айтолкен. Здравствуйте, Батагос. Спасибо, что позвали меня на свою передачу. Начался новый календарный год, и согласно тем событиям, которые произошли в 2022 году, вырисовываются перспективы развития целой отрасли. Скажите, пожалуйста, мы можем пока подвести итоги 2022? Давайте с этого начнем. Да, 2022 год выдался очень интересным годом именно в сфере нефтедобычи. Если судить по объемам нефтедобычи, то годовой объем у нас оказался немного ниже планового объема. Примерно за 2022 год было до обыта 84 миллиона тонн нефти, а плановый объем у нас был 87,5 миллионов. Это даже немножко меньше, чем в 2021 году, примерно на 3%. И это объясняется тем, что у нас в марте и летом прошлого года были проблемы на КТК. Как эти проблемы решаются? Они же не повлияли так сильно. Судя по всему, небольшие у нас изменения. Изменения были небольшими. Я просто освежу вашу память. В марте прошлого года в порте Новороссийск в Черном море был шторм. И поэтому ВПУ-3 и ВПУ-2 — это выносные причальные устройства, нефтеналивные устройства. Они вышли из строя на несколько дней. Потом уже в июле летом областной суд Новороссийска вынес решение о прекращении работ на КТК на 30 дней. Однако это на месяц не продлилось. Уже суд был оспорен 11 июля. И уже в августе обратно в Новороссийске были приостановлены работы ВПУ-2 и ВПУ-1. Были найдены определенные неполадки при плановом осмотре. Если смотреть, то все эти остановки в работе были несколько дней. Но так как объемы большие, это, конечно, имело свои последствия. Я хочу сказать, что в день в Казахстане, насколько по средним подсчетам, добывается 2 миллиона баррелей нефти. Это примерно 2% общей мировой добычи. И 80% этой добычи проходится именно на КТК. Поэтому любые изменения в работе, они имеют такие последствия на нас. КТК — это важная артерия, получается, для Казахстана. Но есть еще и другие у нас направления. КТК является важнейшей артерией для нашего нефтеиндустрии, потому что 80% всего объема приходится именно на него. Конечно, кроме КТК есть и другие артерии. Это ККТ, казахстанско-китайский трубопровод. Но объемы там гораздо меньше. Это между 10-12 миллионами тонн в год. Потом есть БТС, полтиско-трубопроводная система. Есть еще направление Атарао-Самара. Но, как я сказала, главнешние являются КТК, поэтому любые изменения могут иметь большие последствия для работы и для всей индустрии в целом. Да, 2022-й, он связан у нас с санкциями в отношении России. Давайте подведем тоже итог, как это отразилось на нашей отрасли. На нашей отрасли это отразилось не так сильно, потому что нефтедобыча и нефтесервис — это очень стабильная индустрия. Обычно все происходит по договорам, которые были заключены за год или за два года. Но, конечно, косвенные санкции и на нас имеют влияние. Я сама работаю в сфере нефтесервиса. И хочу вам немножко объяснить, что, конечно, у нас есть представление о том, что такое нефтедобыча. Но после нефтедобычи эта нефть не сразу пускается в трубы, а она переходит в некую переработку в нефтехимических заводах. У нас, например, есть АНПЗ — отрасли нефтеперерабатывающий завод, и ПНХЗ — это Павлодарский нефтехимический завод. И есть также очень много малых и средних компаний, которые занимаются их сервисом. Помогают чистить большие печи, где нагревается нефть, помогают заменять трубы, также проводят многочисленную диагностику. И когда мы смотрим на вот эту вот малую индустрию, внутри большой индустрии, то раньше у нас было очень много российских компаний. Либо же российские компании, головные офисы находились в России, но они открывали здесь свои дочерные компании, либо филиалы. Открывали здесь многочисленные толожки. Теперь, возможно, ситуация изменится, потому что из-за санкции многие такие нефтесервисные компании в самой России, они оказались законсервированы внутри страны. Я разговаривала с некоторыми экспертами, российскими экспертами. Они сильно не беспокоятся, потому что, несмотря на то, что у них сейчас стало меньше выходов в другие страны, из самого российского рынка ушли многие крупные игроки. И получается, в принципе, так как их индустрия гораздо больше, чем казахстанская индустрия, то у них есть огромные компании, как Татнефть, либо Сибур, то вот эти нефтесервисные компании, они могут сами себя обеспечивать работой, сами заниматься внутри своей страны, заниматься сервисом и иметь более-менее комфортные условия. Другой вопрос, что санкции влияют также на них в том плане, что химические продукты, которые используются в нефтесервисе, в той же чистке труб, в той чистке печей, они раньше, очень многие из них завозились. И это сейчас приостановлено. Им приходится искать аналоги. Либо уже аналоги либо в Китае, либо производить на месте. Так же происходит с запчастями. Поэтому, несмотря на то, что их местные аналитики не унывают, у них все-таки возможны в будущем, особенно в 2023 году, такие проблемы. В Казахстане, что это означает для наших местных компаний? Если многие российские угры уйдут, то, конечно, это хорошо в плане конкуренции для наших местных компаний. Но надо учитывать тот факт, что на местном рынке это же не только казахстанские и российские компании были. Здесь у нас также было очень много китайских мелких компаний. И для них здесь, получается, возможно, в этом году мы уже увидим большую конкуренцию именно между казахстанскими и китайскими компаниями. А что же нам самим делать тогда? Может, нам тоже как-то развивать внутри страны какую-то дополнительную деятельность, промышленную имеется в виду? Если мы будем говорить о далеких перспективах, то в Казахстане всегда мы должны и дальше развивать сферу нефтехимии, дальнейшей, более глубокой нефтепереработки. Что мы видим на данный момент? Сейчас нефть очищается и дальше пропускается по трубопроводу. Но мы очень мало именно выпускаем нефтехимических продуктов. Более того, так во время нефтеочистки выделяется много серы. Мектораналитики утверждают, что на сегодняшний день уже у нас в самом Казахстане собралось где-то, по разным подсчетам, от 5 до 6, либо от 7 до 8 миллионов тонн серы. Сера имеет свое место на мировых рынках, и ее можно было бы продавать. Но так как мы находимся очень далеко, и эту выделенную серу невозможно пустить по трубе, и это очень затратно, например, отправлять ее на мировые рынки, даже на европейские рынки, на вагонах, поэтому она у нас копится. И вот это для нас была бы огромная возможность ее и дальше обрабатывать, и делать нефтепродукты, которые бы обеспечивали бы наш, ну пусть маленький, но наш собственный регион. Вообще удаленность от мировых рынков — это наша главная проблема. Например, возвращаясь на КТК, начиная от месторождения до Черного моря, у нас идет 1150 километров. И получается, даже если мы увеличим нефтедобычу, и с ней никаких, она будет бесперебойная, у нас все равно немножко мы несем вот эту цену за транспортировку. Вы знаете, вот вопрос, который очень часто мы читаем в соцсетях, да, правда ли, что если бы каждому казахстанцу предоставить возможность пользоваться той нефтью, которая есть на территории нашей страны, то мы бы жили как шейхи? Вот ваше мнение какое? Ну, нефть — это очень интересная индустрия, здесь бытуют разные понятия многие, но я с этим не согласна, и мне самой часто задают этот вопрос. К сожалению, как шейхи мы не можем жить. И это обратно, я хочу повторить, вот зависит от того, что мы очень удаленно находимся от рынков. В принципе, как члены ООН, мы, Казахстан, мы получаем дотации, да, как одна из стран, которые находятся очень далеко, не имеют выхода к морю. Вот, и поэтому наша нефть, она получается дороже, да, мы не можем ее просто добыть и сразу же послать морем, вот у нас до танкеров далеко. Во-вторых, все-таки наша нефть, она находится тоже, хочу сказать, в уникальных условиях, она находится глубже, чем нефть, которая находится в арабских странах. Вот у нас есть скважины, где вот, и они, наверное, в будущем и дальше будут разрабатываться, где нефть находится под 20 километров от поверхности земли. И поэтому у нас вот мы должны и дальше разрабатывать новые технологии и привлекать инвестиции, чтобы разрабатывать эти новые месторождения. Так как для нас, для всей индустрии, вот и переработка, и транспортировка, она становится гораздо труднее, поэтому вот наши условия нельзя сравнивать с другими странами. Конечно, мы не можем себя сравнить с Россией, потому что у них больше объемы, мы не можем сравнить себя с другими странами, потому что мы дальше находимся. Во многих отношениях Казахстан действительно уникальная страна. И даже если мы, например, скажем, что вот санкции докатились до такой степени, что даже Россия перестанет работать с Китаем, и Китай вот готов скупать весь объем нефти вот прямо сейчас, мы этого не можем себе позволить, потому что обратно вот ККТ, у нее объем маленький, и строительство нового трубопровода занимает очень большое вложение денег и времени. Ну а каковы же перспективы тогда развития нефтяной индустрии в нашей стране? На что мы сейчас уже обращаем внимание и должны обратить внимание? Мы должны обратить внимание, что нам нужно больше инвестиций именно в нефтехимии, мы должны сюда привлекать больше инвестиций, больше технологий других стран. Что хорошо по сравнению с нашими российскими коллегами, в принципе, в Казахстане очень сейчас очень мягкий климат именно для привлечения инвестиций. И возможно, если вот эти санкции и дальше продлятся, то мы будем выглядеть все более и более привлекательными. Также нам бы не помешало все-таки больше к себе призывать мировых специалистов и экспертов именно в этой области, которые могли бы расти своих. То есть обратно. Это тоже, возможно, косвенно, это очень косвенно связано, но повышать уровень образования. Не только по всему Казахстану, и именно в области инженерных наук. А у нас достаточно сейчас учебных заведений, которые готовят специалистов такого уровня? По некоторым показателям недостаточно, потому что всегда нужно учитывать то, что, например, в любой специальности 100% выпускников не идут работать по специальности. И еще нужно учитывать тот факт, что вчерашний выпускник, он же неполноценный работник. Но по сравнению, например, со специальностями как журналистика, все-таки больше инженеров находят работу. Как я знаю, в сфере журналистики только 10% становятся настоящими журналистами. Но вы специалист по Китаю. Расскажите тогда, как там выстроена эта работа со специалистами именно в этой отрасли нефтегазовой? В Китае есть несколько своих университетов. Например, Шио, Дачио. Это университет нефтегаза. И в Китае у них есть свои большие корпорации, например, CNPC, Китайский National Petroleum Corporation, который, кстати, половину имеет доли в ККТ. То есть у них корпорации гораздо больше. И за счет того, что у них страна больше, и за счет того, что у них специалистов и работников тоже больше. Поэтому обычно, если вы не заметили, китайские специалисты еще и остаются в Китае. То есть государство делает все возможное, чтобы собственный потенциал не растрачивать. Если подводить опять-таки итоги 2022 года и вспоминать о санкциях, то геополитическая ситуация складывалась так, что в мире назревал экономический кризис. В Европе, по крайней мере. Случился он или найдены какие-то выходы из ситуации? Если мы посмотрим на разговоры о медиа в прошлом году, то первая половина прошлого года все именно ждали кризиса энергоносителей и, конечно, сопутствующего экономического кризиса в Европе. Однако этого не случилось. В английском языке есть такая фраза называется perfect storm. Это идеальный шторм, когда все неблагоприятные условия собираются вместе. Здесь мы видим обратную ситуацию. Европа смогла преодолеть нынешний кризис, и этому сопутствовали очень много факторов. Начнем с того, что погода, климатический фактор. В этом году в европейских странах была очень теплая зима, и, конечно, соответственно, расходов электроэнергии и газа было меньше. Потом наладили работу и увеличили работу атомной электростанции, особенно во Франции. Также запустили несколько угольных электростанций. Здесь мы видим, что многие страны сообща, потому что у них есть все-таки союз, смогли выработать общий план, по которому они могли работать. Плановая работа принесла свои плоды. Однако нам все-таки рано за них радоваться, потому что есть еще следующий год. И, как мы видим, политическая ситуация, геополитическая ситуация экономическая ситуация, она меняется очень быстро. Не надо забывать, что также мы не вышли из экономической рецессии после пандемии, даже если мы перестали об этом много разговаривать. И угроза пандемии, она еще сама не полностью прошла. Если будет повторная пандемия, ситуация ухудшится в целом, или будет в следующем году, что мы не можем предсказать, особенно холодная зима, то предсказанные экономические трудности в этом году могут случиться в следующем году. На кого нам следует равняться? Или какие-то выводы, может быть, сделать из того периода, который мы пережили, все пережили, как непростую ситуацию, непростой год был, 2002-й. Какие выводы мы должны сделать, и на что обратить все-таки внимание далее в развитии? К сожалению, потому что мы очень уникальная страна, нам очень сложно равняться на другие страны. У нас мало соседей, и наши партнеры находятся от нас очень далеко. Но нужно, я считаю, вот эти планы, которые наши ставят, их нужно быть более гибкими, потому что, как мы видим, так как мы от КТК сильно зависим, мы не знаем, какие проблемы могут быть в этом году. Также у нас возможны и другие проблемы уже на самих месторождениях. Самое правильное — это себя вести правильно в политическом отношении. Мы, к сожалению, не можем рассориться с нашими ближайшими друзьями. И пусть эта фраза немножко уже стала такой классической, или, скажем, набила оскомину многим людям. У нас мы раньше шли по многовекторному пути развития. И именно, возможно, именно вот индустрия нефтедобычи и нефтесервиса, так как у нас здесь очень много разных компаний, не только Казахстан, и мы зависим от других стран, мы должны вспомнить вот эти вот уроки истории, которые мы вполне успешно прошли в 90-х и в начале 2000-х годов. И самое главное — развивать уже, наверное, свою промышленность, которая будет обеспечивать сервисом полностью нефтегазовую отрасль, ну и глубокую обработку делать, то, что вы сказали. Согласна. Спасибо большое вам за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что мнение таких молодых специалистов будет услышано и принято во внимание. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.